Привет, друзья! Все мы знаем, что солдаты советской армии обладали смекалкой и военной хитростью, которая не раз спасала им жизнь. Но с какой целью солдаты варили боевые патроны? В 79-м году в Афганистан были введены войска Советского Союза, которые на протяжении 10 лет вели войну против моджахедов, покровителями которых было США. Советские войска часто сталкивались с проблемами в поставках продовольствия и ГСМ, так как автоколонны с этим всем попадали в засады и сжигались. Но не только это влияло на обеспечение войск. Как говорится, кому война, а кому и мать родная. Так, некоторые офицеры и прапорщики, начальники складов и служб, развернули там обширную торговлю. Продавалось оружие, боеприпасы, продовольствие и обмундирование. В то время как они богатели, душманы использовали купленное оружие и боеприпасы против советских солдат. Многие солдаты также были вынуждены или продавать патроны, или в большинстве случаев менять их на продукты. Все это происходило на местных рынках, дуканах. Они, конечно, понимали, что эти патроны вскоре попадут в руки маджихедов и будут использованы против них. Поэтому перед продажей их варили. Считалось, что при длительной варке 3-5 часов патроны теряют свои боевые качества. Они либо вообще не стреляют, либо просто выплевываются со ствола и не долетают до цели. О подобном методе уже было известно во времена Первой мировой войны. Еще тогда сваренные патроны не могли причинить вред. Дело в том, что в те времена патроны содержали гремущую ртуть, которая обладает гигроскопичностью, а при температуре 90-95 градусов начинает разлагаться. В результате этого боеприпас становится небоеспособным. Но советские солдаты не учли тот факт, что в современных патронах гремущей ртути нет, и термической обработки они нисколько не боятся. Тем не менее, многие солдаты по незнанию продолжали их варить. Эта информация очень часто упоминается в книгах про Афганистан, авторами которых являются люди, кому довелось побывать на этой войне. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка. Ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс. Спасибо за просмотр. До новых встреч!